Здравствуйте! Сейчас на моем столе находятся два категорически схожих плеера. Это Fio M11 Plus и Fio M11S. При этом версия S свежая, современней, компактней, очень схожая по мощности, схожая по времени автономной работы. Но при этом значительно дешевле. И главный вопрос заключается в том, на чем же сэкономили Fio и экономили ли. Либо же это просто слив своей предыдущей модели. Будем разбираться. И пока что даже доставать их не вижу смысла, потому что есть характеристики, которые можно разобрать. Процессор здесь один и тот же, дичайше устаревший морально Snapdragon 660, которого здесь хватает для того, чтобы плееры работали быстро, без подтормаживаний, без фризов, лагов, чего угодно. Нормальная, адекватная работа. По оперативной памяти 4 гигабайта и 3 гигабайта, и этот гигабайт здесь никак не ощущается. Встроенная память 64 гигабайта, 32 гигабайта. Тоже с точки зрения музыки особой разницы нет. Флешки стоят сейчас не так уже и дорого. По ЦАПам уже есть некоторые различия. В более дорогой модели у нас ES9068AS, в более бюджетной 9038Q2M, если я не ошибаюсь. Что-то вылетело с головы. По, в любом случае, текстом уже написал, тоже принципиальной разницы я в этом не вижу. По усилителям вроде как есть некоторое различие. Потому что в М11+, у нас заявляется фирменный усилитель ААА28, либо же ААА28, я не знаю, как это правильно сказать. Здесь же у нас вроде как ОПА926. Но при этом по мощности они фактически идентичны. Поэтому есть некоторые мысли о том, что просто решили не называть своим фирменным названием ААА, а написать вот как есть. Что у нас установлено в качестве ОНЧ, что в качестве операционных усилителей. И таким образом, вроде как он теоретически должен быть дешевле звучать. Хотя по факту это одно и то же. И есть некоторые различия в размерах. М11+, больше. Здесь экран 5,5 дюймов. Кстати говоря, уже можно доставать 5,5 дюймов с разрешением HD. В случае с М11С это 5 дюймовый экран и также HD разрешение, но при этом немножечко поменьше. То есть плотность пикселей у них все равно остается приблизительно одинаковая. По размерам вроде как и есть такие различия в самих габаритах. Но по факту они не особо-то ощущаются. То есть когда два плеера просто лежали на столе, я не сразу же понимал, кто из них плюс, а кто из них S. Ну естественно, когда у них сняты чехлы. И по внешнему виду также есть некоторые различия. Они абсолютно не принципиальны. Так как М11+, он немножечко более такой интересный за счет своей тыльной обратной стороны, где у нас есть закос такой под карбон в М11С, уже более простой такой пластик. При этом чехол надет сразу же, потому что коробочка у нас стала тоньше. Ну и соответственно, либо же чтобы была экономия на логистике или еще что-то, я не хочу во все это лезть. И при этом по своей эргономике они ощущаются крайне и крайне схожи. То есть нет такого чувства, что о, вот М11С, он прям такой компактненький, а М11+, это нереальный жердяй, огромный, с которым невозможно ходить. Все равно очень и очень схожи. То есть если их разнести вот так, то, наверное, особой разницы вы и не заметите. Когда их приложим друг к другу, то понимаем, что да, по высоте здесь есть небольшие различия. По толщине фактически одинаковые. И, кстати, по характеристикам тоже аккумулятора немного различается. 6000 мАч в плюсе, в 5300 в S-версии тоже в принципиальной разнице в этом никакой нет. И остается единственный вопрос, ради которого мы здесь и собрали. Так а что по звуку? Насколько они различаются? И есть ли вот эта пропасть у них в качестве звучания, как есть пропасть в цене? И за счет того, что S-версия, несмотря за счет другого ЦАПа, другой обвязки, она получилась категорически схожей. То есть когда перетыкаешь наушники из одного плеера в другой и пытаешься выслушивать эту разницу, она не настолько и очевидна. Если мы говорим про FIO FH7 и FH7OS, ну они были у меня сразу же под боком, поэтому почему бы и не сравнить. В любом случае, некоторая разница с этими наушниками уже была бы заметна. Но из-за того, что они слишком сильно схожи по своей подаче, найти между ними разницу очень и очень сложно. Если уже заморочиться, собрать всю аудиофизическую волю в кулак, вот положить их два, все остальные мысли отсечь просто напрочь, сосредоточиться на выслушивании каких-то различий, то можно услышать, что на M11+, он чуть-чуть мониторнее, у него немного лучше проработка краев частотного диапазона, но опять-таки ты это понимаешь, когда вот перетыкаешь на определенных моментах, вот знаешь, что все, вот в этом треке здесь должно звучать вот так. И один и тот же момент слушаешь и там, и там, вот сразу же перетыкая. И ты можешь это понять. Настолько небольшая разница в этих устройствах. И почему FIO так сделали? Неужели такие прям благодетели, что решили? А, вот вам по дешевке сразу же даем вот такое. Ну, в каком-то смысле так и получилось. По факту я как раз-таки готовлю видео о том, в чем проблема современных плееров. И один из тезисов заключается в том, что подобные Hi-Fi плееры, как FIO M11+, они избыточно мощные, избыточно начиненные для каких-то внутриканальных наушников, чтобы слушать где-то в дороге, в пути или еще где-то. Но недостаточно мощные по обычному выходу 3,5 мм, для того, чтобы слушать полноразмерные наушники дома. То есть все равно на балансе там могут быть очень красивые цифры, но вот так как очень большое количество полноразмерных наушников имеют обычный разъем 3,5 мм, он попросту не подходит. Поэтому для того, чтобы не настолько сильно конкурировать со своими же ЦАП-усилителями, как те же БТР-7, нужно предлагать более интересные варианты. Поэтому вернулись к изначальному M11, который стоил свои 400 долларов, который был относительно компактный, и вернулись обратно к этому сегменту. Вместо того, чтобы раздувать дальше куда-то там микро-нюансы, микро-какие-то аудиофизические заморочки, при этом очень хорошо поднимая и размер, и стоимость. Это абсолютно правильный шаг. А вот то, насколько оправдан все равно подобный Hi-Fi плеер сейчас в 2022 году, я и буду снимать отдельное видео. Но будет достаточно таким большим очень много мыслей, поэтому сейчас все это лить в одну кашу я не хочу. Понравился ли мне M11S, естественно, это адекватная мониторность, когда он не уходит в какую-то сухость, как в том же iBus 80DX 120. В нем есть некоторая такая живость, что ли, звучание, естественность. Но при этом не переходит в такие границы, когда ты уже конкретно понимаешь, что, оу, так, здесь явно добавили количество там на определенных частотах. Здесь, здесь и здесь. Как-то вот решили сделать такой явный какой-то акцент, явную подачу. Здесь ее нет. Она околомониторная, так как и положено быть источнику для того, чтобы вы подбирали уже какие-то наушники и наушниками делали себе подачу, которая вам нужна. К ним можно подключить те же KZ-PR1, уж извиняюсь за такое сравнение. Они все так же будут звучать драйвово... Снова понимаешь, сейчас начнутся дифферамбы какие-то, KZ-5. Они будут звучать очень энергично. Вот это в них есть, и плеер будет, соответственно, это передавать. Если мы подключим Fio FH7, которые близки все-таки к мониторности, и будет передаваться их подача. Этих наушников FH7 и будет раскрываться в достаточной мере вся их детальность, аналитика и все остальное. Плеер справляется со своей задачей. Стоит адекватно. Единственное, к чему могут быть вопросы, это как раз-таки дизайн. Очень сильная вкусовщина. Мне безумно зашел по своей эргономике iBasso DX 160. Я считаю, что это вот то, что и должно быть. Мне не нравятся все эти острые края. Он не лежит в руке так, как мне хотелось бы. А все-таки эта составляющая, чтобы вам устройство понравилось, оно тоже достаточно важное при выборе. И я понимаю, что он крутой, он классно звучит, он раскрывает потенциалы там всевозможных классных наушников. Но у меня не появляется мысль приобрести его себе в коллекцию, потому что как устройство мне оно не нравится. Это я чуть-чуть уже свои такие мысли накидываю. Часть своей логики, то есть как это работает, объясняю. Но это не критично. Это уже именно мои заморочки. То есть что мне не понравилось в этом плеере. Все-таки это ни в коем случае не обзор. Это мои впечатления, и я ими делюсь. И акцентируя внимание на том, что в этом уже никакой объективности нет. Это чисто мои заморочки. Поэтому хороший плеер, но нет у него каких-то явных косяков. Fio Music уже дорабатывают, все сделано корректно. Само меню тоже сделано красиво. Мне нравится, как происходит управление самим устройством. Как сделали сейчас в уже более современных версиях. Выборы режима, где ты ставишь, что ты хочешь. Там Android, только музыка, режим ЦАПа и все остальное. Нигде ничего искать не нужно. И темная тема, отдельный жирный плюс. Это великолепно, это классно. Поэтому полноценные выводы, они конечно возможны только после того самого видео про проблему современных Hi-Fi плееров. Но с учетом тех конкурентов, которые у него есть на сегодняшний день, к сожалению, я еще не слушал Айбаса ДХ-170, почему-то не отвечают, не привозят непонятно в магазин. Поэтому если бы можно было сравнить с ним, то возможно уже были бы какие-то выводы более четкие. Пока что за свою стоимость хороший, прекрасный плеер по сравнению со своими конкурентами, не имеющие каких-то явных недостатков, как проигрыватели. Поэтому это видео впечатление я буду завершать. Если вас заинтересовали эти плееры, то по ссылке в описании сможете их найти. И на этом пока что все. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.